И пару слов для телеканала «Святотень». Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ситников Даниил, художник, занимаюсь еще в том числе здесь экспозициями в Доме писателя. Значит, мой хороший, давний, добрый друг Алексей Рыжков обратился, сказал, поможешь ли ты развесить эту выставку, поможешь ли ты мне, как сделать экспозицию. В связи с выходом книги переводов его отца, переводы армянской поэзии, книга замечательная, предыдущее издание у меня в свое время было. С Алексеем мы знакомы больше 20 лет. И с большим удовольствием встречаемся, общаемся. И здесь, конечно, выставка эта очень интересная. В ней много веселых, добрых работ, которые Алексей... Не то, что у него... Большое количество у него энергии. И он очень много ее выкладывает в то, чтобы показать наш город Екатеринбург. А могли бы вы показать самую интересную картину и рассказать про нее? Да, мне трудно сказать. Они все по-своему оригинальны, все по-своему интересны. Но которые вам ближе всего? Я даже не поделился, потому что... Хорошо, давайте рассмотрим картину Вертеп. Екатеринбургский Вертеп, вот эту картину. Вот что вы про нее могли бы рассказать? Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что, ну, красиво, хорошо. Но для меня, если честно сказать, несколько ощущений... Все равно пропаганда Средневековья для меня как-то не близка. Потому что ведь мы знаем Алексея как шутника, который передергивает, который немножко издевается. Ну, он даже как-то к этому... Добро, по-доброму, по-своему. Он по-доброму, да. И то есть во многих моментах... И вдруг вот такое, да? Да, бывает, конечно. Хорошо, ну, еще что-нибудь, может, скажете? Прекрасная, прекрасная армянская поэзия. Про отца? Да. Кем был его отец? А я отец-то, у него ведь патологоанатом. Вот эта фотография отца, да? Да, это есть отец. Он был патологоанатомом, он... Он был патологоанатом, и причем очень известный человек... Это картины отца? Это картины его, Марк Лешков. Это он нарисовал своего сына. Это Алексей в детстве. Сам Алексей в детстве. Еще раз Алексей в детстве. А наверху два автопортрета. Чем был замечательен его отец для нашего города? Да, человек, кстати говоря, с удивительным чувством юмора. Очень такой веселый, при том, что его работа-то была... Очень связана с загробными делами. Даже взять вот эту вот работу с белым крестом. Все равно, может быть, это есть напоминание какое-то о чем-то. Где-то когда-то... Некая ссылка, да? Да, да. На основную профессию отца. Здесь пивзавод. Здесь пивзавод, а здесь, так сказать, похоронная компания. Там была на самом деле похоронная компания или это просто граверная? Да, это все рядом. Да, это все рядом было. Это все было рядом. Еще про отца расскажите что-нибудь. А, Марк Решков-то, конечно, человек интереснейший. Легендарная личность? Да, легендарная личность. Он самостоятельно выучил армянский язык. А с какой такой целью, знаешь? А потому что это было его хобби. Это было его хобби. Здесь презентовали книгу его переводов. Да, и вот эта книга замечательная совершенно. Книга потрясающая, удивительная. Было очень много армян приходили здесь. И, конечно, у него лицо добрейшего человека. Вот так что, что знал, то сказал. Спасибо. На здоровье.